Набор блюд фетовского обеда в прошлом году на коренскую ярмарку прислали золотухинцы в рамках конкурса «Гастрономическая карта Соловьиного края». Рецепты нашли в исторических и литературных источниках. Мы, естественно, их немного адаптировали под ресторанные реалии, то есть, скажем, под оборудование, под современные продукты. Но, тем не менее, рецепты практически один в один будут повторять, я считаю, вкусы того времени. Все гениальное просто, но чтобы было вкусно, все же необходимо приложить усилия и использовать кулинарные хитрости. Скажем, для овощного супа по-фетовски нужен ингредиент, который в глаза многие не видели. Это корень петрушки. А для бульона необходима именно фермерская курица. Впрочем, в 19 веке других и не было. В говяжий рост бев шеф-повар очень хотелось добавить что-то от себя, но нельзя. Мне, конечно же, хотелось добавить какие-то яркие специи, добавить чеснок, розмарин, какие-то такие травы, чтобы была ароматика другая. Но в рецепте написано перец, соль, оливковое масло. На десерт яблочная пастила. В качестве напитка классический хлебный квас. Обед по-фетовски первым со страниц истории перекочует в меню местных ресторанов. Стоить будет не более 500 рублей. В дальнейших планах сделать курс к кулинарной столице Черноземья. У нас обширная гастрономическая карта, на данный момент включающая в себя более 30 блюд. Вот, соответственно, многие из них мы планируем сделать нашими гастрономическими брендами. Соответственно, уже есть с чем, как говорится, выйти в свет. Ну, помнишь ли, весной гремела песня лесная и кликал соловей серебряные сны. Теперь душистый лес, пышнее тень ночная. И хочет соловей запеть, как утром мая. Но робко так не пел он в первый день весны. На самом деле, понять Афанасия Фета просто. После такого обеда достаточно посмотреть в окно, насладиться степенной красотой русской полосы. И строки сами начнут рождаться в сердце, только успевая записывать. Само собой, главное управиться к фетовскому ужину.